Жители микрорайона Снеговая Пать избавят от неприятного запаха дыма и гари. Это станет возможно благодаря установке новых газоочистительных фильтров на городском мусоросжигательном заводе, который находится по соседству с жилыми домами. Это будет рукавный фильтр, который очистит пыль 100% и все оксиды, которые образуются, они будут уничтожены. Дым будет просто белым. Но если говорить про нас, то запаха практически не будет. Будет белый дым и все. С выбросами завода жители этого района борются уже не первый год. Люди уверены, отходы в прямом смысле слова отравляют им жизнь. У меня начальная стадия астмы и усугубляется состояние. Мы чувствуем гарь, мы чувствуем запах медицинских отходов. Мы видим в конце концов на подоконниках черную копоть. И это все от спецзавода номер один. Впервые превышение норм выбросов опасных веществ в атмосферу вблизи мусоросжигательного завода были зафиксированы специалистами распотребнадзора в 2015 году. По этой причине муниципальный объект был взят на особый контроль. С того момента исследования проводят регулярно. Четыре раза в год в жилом микрорайоне примгидромет замеряет воздух, а распотребнадзор два раза в неделю утром и вечером проверяет территорию детских садов и школ. И в данный момент все проверочные мероприятия, которые мы проводили, не устанавливают, не эффектируют превышение нормативов. По словам специалистов, перенести завод от жилых домов в планах есть. Но это требует длительного времени и большого капиталовложения. А вот закрыть завод сейчас невозможно, так как иначе город потонет в собственном мусоре. В свое время построили этот завод, он никому не мешал, потому что там еще не было населения, не было застройки той, которую мы сейчас с вами имеем в виду. И на тот момент, когда его устанавливали, были другие технические требования, нормы и нормативы относительно выброса. Действительно, мусорожигательный завод начал работу в 70-е годы. Тогда микрорайона «Снеговая пать» не было и в проекте. В 2009-м, когда задумались о застройке, администрация города выступила против такого соседства. Но, несмотря на их мнение, НИИ природы провел проверки и замеры воздуха и даже уменьшил санитарную зону. То есть, расстояние от завода до того места, где можно располагать жилые дома, детские сады, школы и больницы. Если раньше эта зона была километр, то в 2009-м году она стала не больше 400-700 метров. Мы специально проводили исследования в жилых микрорайонах, откуда поступали жалобы от жителей. Это, в частности, «Зеленый квартал». Заключения специалистов однозначны, что в основном идет загрязнение воздуха от автотранспорта. В течение последних трех лет администрация города вела переговоры с фондом «Сколково» и научным центром ДВФУ. Консультировалась по вопросу разработки специальных очистительных фильтров. На сегодняшний день готов инновационный проект и объявлен конкурс на подрядчика. Согласно планам, фильтры начнут устанавливать в 2017-м и планируют закончить весь объем работ к концу следующего года. Ирина Мокрецова, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.